всем привет рада видеть вас на своем канале меня зовут дарина и сегодня мы вместе сукли вытираем вместе с собаками сегодня мы вместе с моими девочками решили поговорить с вами об аллергии на собак а точнее что вызывает аллергию какие породы считаются гипоаллергенными для человека и как минимизировать риск проявления аллергических реакций интересный факт врачи утверждают что абсолютно гипоаллергенных собак просто не существует у каждого человека на одну и ту же породу может быть своя реакция все зависит от индивидуальной чувствительности к типу аллергена которая выделяет животное в народе бытует мнение что аллергия возникает именно на шерсть собак а следовательно чем собака волосатей тем больше на нее аллергия и приобретают гладкошерстных собак но на самом деле основными источниками аллергии считаются белки которые находятся в слюне и выделениях кожи то есть перхоти животных многие короткошерстные породы линяют каждый день в результате чего мелкая шерсть просто витает в доме что сильно усугубляет аллергию поэтому важна не длина шерсти а частота то есть степень линьки собаки некоторые очень длинношерстные породы не линяют вовсе шерсть собак этих пород не осыпается отмершие волоски отделяются только во время вычесывания вторым оптимальным вариантом являются жесткошерстные породы так как у них отмершие волоски отделяются во время тримминга выщипывания если собаку регулярно тримминговать то проблем с шерстью по всему дому тоже не будет что касается размеров то чем меньше собака то есть меньше поверхность ее тела тем меньше аллергенов она производит что снижает опасность развития аллергии а насчет слюни тоже все понятно во-первых советует исключить из своего списка породы с обильным слюноотделением а во-вторых чрезмерная говорливость питомца также повышает уровень аллергенов так как слюна разлетается во все стороны при безудержном лай поэтому некоторые породы особенно мелкие не могут быть рекомендованы для людей страдающих аллергией именно из-за постоянного гавкания менее распространенными причинами возникновения аллергии могут быть реакция на сухой корм или даже на собачьих паразитов есть ряд пород содержание которых по мнению специалистов сводит к минимуму появления аллергии эти породы практически не линяют конечно таких пород на самом деле очень очень много и все перечислить сегодня я просто не смогу назову только некоторые афин пинчер жесткошерстная собака высотой в холке 25-30 сантиметров не линяет морда короткая но губы сухие не лает без повода бедлингтон терьер шерсть короткая густая мягкая но не линяет стрижется до 4 раз в год вырастает до 35 45 сантиметров бешон фризе эта порода особенно рекомендована для аллергиков собачка маленького размера в среднем 15 25 сантиметров холки шерсть длинная но не линяет а выпадает комьями во время расчесывания баланьес декоративная порода животное имеет рост до 25 сантиметров шерсть длинная и густая но не выпадает аллергии практически не вызывает китайская хохлате некрупная порода почти без шерсти не линяет и не имеет запаха но склонна к образованию перхоти все жесткошерстные терьер являются безопасными в плане аллергии собаками вестики жесткошерстный джек-рассел терьер эрдель терьер fox терьер и другие отдельно стоит выделить йоркширского терьера шерсть хоть и длинная но не осыпается собака не линяет и у нее практически не образовывается перхоть отлично подходит для аллергиков мальтийская баллонка также длинношерстная но тоже не линяет поэтому рекомендовано для хозяев аллергиков перуанская орхидея инков эта собака голая на теле совсем нет шерсти средних размеров обладает отличным иммунитетом гипоаллергенная во всех отношениях померанский шпиц маленькая порода перхоть не образуется шерсть не выпадает все разновидности пудели гипоаллергенны они не линяют самоедская лайка имеют очень густую шерсть которая не выпадает перхоть не образуется все шнауцеры они могут быть разных размеров но всех жесткая шерсть не склонная к выпадению шнауцеры не линяют поэтому их нужно вычесывать однако шнауцеры известны как любители полаять шицу древняя китайская порода небольших размеров имеет очень длинную шерсть но не линяет здоровье у собаки хорошее она резвая и любопытная ирландский спаниель редкая порода в холке достигает 55 60 сантиметров курчавая шерсть плотно прилегает к туловищу подшерстка практически нет она не линяет лхаса абсо очень древняя порода выведена тибетскими монахами некрупная с длинной шерстью которая не выпадает но что же делать хозяину если он подозревает что у него начинает проявляться аллергия на собак во первых постарайтесь не принимать поспешных решений и не бросайтесь отдавать сразу свою собаку кому-то для начала вам стоит обратиться к врачу он назначит анализы на выявление аллергена безусловно аллергия на собак может быть разной степени и если мы говорим о тяжелом заболевании то эксперименты над своим здоровьем могут быть просто неуместны но помните в большинстве случаев можно снизить риск возникновения аллергии на собак и ее проявление во вторых попробуйте более тщательно следить за чистотой и гигиеной собаки купание собаки один-два раза в неделю может минимизировать или даже исключить риск возникновения аллергической реакции на животное конечно же следует особое внимание уделять здоровью питомца обрабатывать шерсть средствами против блох давать противогельминтные препараты и регулярно вычесывать пса в третьих врачи советуют не разрешать питомцу спать в вашей постели возможно даже не пускать на кресло или диваны также можно убрать с пола ковры и снять тяжелые шторы которые накапливают на себе аллергены ну и конечно не лишним будет делать ежедневную влажную уборку в доме проветривать помещение и установить очиститель воздуха все эти мероприятия способны устранить проблемы возможно вам не придется отказывать себе в радости общение с собакой и принимать такое сложное решение а на этом у меня все если вам понравился ролик поддержите нас пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал я желаю вам крепкого здоровья и отличного самочувствия до встречи какие породы собак считаются гипоаллергенами для человека и как минимизировать риск появления аллергических реакций субтитры подогнал «Симон»